Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Почему мой гость пережил столько атак в своей жизни? Ему дважды приставляли оружие голове. Его сверхъестественным образом спасли от стаи голодных львов. И это правда. Он верит, что все дело в том, что он открыл ключи к расшифровке Антихриста. Мы поговорим об этом в сегодняшнем выпуске нашей передачи. Будьте с нами. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Не знаю, был ли кто-то из вас окружен голодными львами. Марк, я должен спросить, а как вообще это случилось? Ты был в Африке, шел во тьме, шел к своей машине. Так откуда же ты вообще узнал, что там были львы, ведь там было темно? Я не понимаю этого. Поведай нам эту тайну. Там была кромешная тьма. Это было в 10 часов вечера. Возле нашего джипа было много кустов. Все сидели за столами, которые освещали лишь факелы. Я хотел посмотреть на звезды, и когда я подошел к кусту, то голос внутри сказал, «Не заходи за куст». Я подумал, что это наверняка глупость. Я пошел дальше. Но тут я снова услышал голос, который сказал, «Не заходи за куст». Я остановился и услышал, что нас зовут назад в джип. Я вернулся назад и сел в джип, и вот когда мы включили свет, то увидели шесть львиц, которые шли за кустами. Они были там все это время. И если бы я пошел, представляете, что было бы? Это был призыв послушаться Бога. Так и есть. Но знаешь, некоторые люди слышат Божий голос и игнорируют его. Марк, я заметил, что в отличие от многих христиан, ты не делаешь ударения на вознесение. Почему? Для меня эта ситуация похожа на горящий дом. Есть люди, которые убегают из него, но есть и пожарники, которые бегут в него. Я считаю, что это суперкубок человеческой истории. Я не хочу уходить, пока моя миссия не будет выполнена. Я могу умереть завтра. Я считаю, что нам не дадут баллов за то, кто прав, а кто нет. Я предпочту ошибаться и быть готовым, чем правым и неготовым. Согласитесь, это лучше. Расскажи мне, почему ты так интересуешься Антихристом и последними временами. Почему? Как ты знаешь, последние две тысячи лет все пытались понять, кто такой Антихрист. Многие люди делали разные заявления, но все они ошибались. Я считаю, что самое важное это то, что Бог показал мне, как расшифровать код Антихриста последних времен. Через профилирование. А вместо того, чтобы пытаться понять, кто такой Антихрист, мы должны посмотреть на его поведение, на его реакции, на то, как он будет пытаться манипулировать людьми, на его план. И вот тогда мы не будем обмануты. Тогда мы все поймем. Так странно рассказываешь об этом. Почему? Объясни, почему. Бог открыл мне то, что может стать шоком для большинства христиан и церкви. Это было еще в 70-х. Я спасен уже 45 лет. И в 70-х я начал понимать, что царь Соломон является прообразом Антихриста, а не Христа. Я размышлял над этим 40 лет. Пытался написать об этом книгу, но не мог, пока все не сошлось. Христиане должны узнать о том, что их могут обмануть, если они будут искать царя Соломона, который сможет решить проблемы Ближнего Востока, а они будут при этом искать самого Христа. Немногие христиане понимают это, но три главные мировые религии, а именно христианство, ислам, иудаизм, верят в мессию и антимессию. Расскажи нам, пожалуйста, вкратце, каковы представления этих трех религий об Антихристе, каждой по отдельности. Начинай. Конечно. Интересно, что в исламе Антихрист называется Дажалом. Они верят, что их Антихрист — это еврейский мессия. А в некоторых сектах иудаизма есть Антихрист, которого называют Армелусом. Они считают, что это христианский мессия. А в христианстве многие считают, что их Антихристом будет исламский мессия. То есть мессия одних — это Антихрист других. Видишь, как интересно получается? Рави, как это помогает нам понять события последнего времени? Это очень важно, особенно когда мы понимаем, что в иудаизме должен быть страждущий мессия-слуга и покоряющий мессия-царь. У них есть Антихрист и два свидетеля — Моисей и Илья. Это уже пять человек. В исламе есть Махди, мессия, антихрист и Иисус. Ну, точнее, два Иисуса. Ложный и настоящий. Ложного Иисуса будет легко узнать, он будет любить евреев. У них также есть зверь. В христианстве также есть два свидетеля и мессия. В итоге набирается 15 человек. Как нам понять, а кто есть кто? Звучит как абисма-мешуга, что значит немного странно. Но эта информация может помочь нам, потому что, зная их представление о последних временах, мы не будем обмануты. Это интересно. Уверен, многие из вас сомневаются в этом. Но почему евреи отвергли Иисуса как мессию? Расскажи нам. Это хороший вопрос. Мне кажется, что многие иудеи отвергли Иешуа и Иисуса как мессию из-за тех мест Писаний, которые он не исполнил, и которые, как они считали, должен исполнить мессия. Например, они хотели видеть мессию, который соберет всех детей Израиля, восстановит храм и восстановит богатство Святой Земли. Иерусалим должен стать столицей мира, а сейчас страны не хотят, чтобы он был хотя бы столицей Израиля. Такие дела. Знаете, я сам исследовал этот вопрос и увидел, что есть два набора предсказаний. Одни говорят о страждущем мессии-слуге, а вторые о мессии-царе, который установит век мира. Но как царь может установить мир, если что-то не произойдет с людьми, и их сердца не изменятся? Иеремия говорит, что сердце – самая лукавая вещь. Все спрашивают, кто такой антихрист? Но, возможно, впервые в истории нам стоит задать вопрос, а что такое антихрист? Может ли он быть существом сотворенным, искусственным интеллектом? Мы поговорим об этом дальше. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества, он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Это сверхъестественное. Итак, Рави, вы исследуете вопрос использования искусственного интеллекта в качестве системы Антихриста. Пожалуйста, объясните. Это что-то новое, по-моему. Конечно, мы должны понять, что существует целая система Антихриста, которая будет создана для того, чтобы управлять людьми. Даже сейчас в Китае есть показатель социального кредита. В Америке, чтобы взять в долг деньги, нужна хорошая кредитная история. Китайцы следят за вашей социальной деятельностью, и вас могут лишить паспорта. Более 11 миллионов человек в Китае не могут купить билеты на самолет или поезд, потому что за ними наблюдают сотни миллионов камер, умеющих распознавать лица. А в Нью-Йорке есть кандидат на пост президента, который хочет сделать то же самое и здесь, в Америке. Многие люди хотят узнать, не евреи ли они. Для этого они проверяют свое ДНК. Я узнал, что правительство сотрудничает с сайтом проверки ДНК. Они дают им доступ к ДНК людей, которые обращаются за помощью. Если они хотят найти подозреваемого, то могут сократить круг до его родственников. Представляете, какой замкнутый круг получается? Ты говорил о том, что стоит сконцентрироваться на конкретном поведении, а не на именах Антихриста. А теперь объясни мне это. Я считаю, что главным методом работы Антихриста будет то, что я называю легализированным беззаконием. И под этим я имею в виду исторический шаблон. Аман из книги «Исфирь» решил придумать закон, чтобы устроить геноцид всем евреям. Сегодня мы видим легализацию абортов, легализацию наркотиков, марихуаны, например. Им кажется, что легализация делает все нормальным, порядочным, скажем так. Вот с этого и начнется всеобщий обман. У тебя есть пример Антихриста, о котором не представляют многие христиане. Рави Марк говорит, что Соломон является прообразом Антихриста. «А как ты пришел к такому выводу? Об этом тоже не слышал ни один христианин на Западе». В Откровении говорится о человеческом числе. Там сказано, здесь мудрость 666. Знаешь, единственное место в Библии, где мудрость связана с числом три шестерки, это царь Соломон. Сказано, что каждый год он получал 666 талантов с золотом. А я никогда об этом не думал. И все, что Бог повелел сделать царям, Соломон не сделал. Бог сказал за 500 лет до Соломона, когда еще не было Саула и Давида, что у царей не должно быть много жен. И что же он сделал? Царь не должен был жениться на женщинах из других народов. Царь не должен был приумножать серебро и золото, лошадей. Ты знал, что Соломон торговал оружием? Что если бы сегодня не Таньяху продавал ядерное оружие Ирану? Представляешь? Но именно это и делал Соломон. Тогда вместо танков были лошади и колесницы. Он шел в Египет, покупал лошадей и колесницы, а затем продавал хитеям, врагам. Мало кто понимает, что Соломон был первым, кто начал приносить в жертву детей. Он начал приносить в жертву детей, построив идолы Малоху, Мелхиму, Экимошу. Его жены, которые рожали ему детей, приносили этих детей Малоху. Знаешь, большинство из нас считает Соломона мудрым царем. Но его конец не был особо мудрым. Совсем. Когда люди думают о мудрости, то вспоминают, когда он предложил разрубить ребенка пополам. Мы знаем, что Израиль — это Божий сын. И в последнее время Соломон снова попытается разделить нацию. Это очень интересно. Я хочу, чтобы ты рассказал вкратце, почему ты считаешь, что шаблоны в Библии повторяются, а они остаются в прошлом. Это особенно касается праздников. Иудейских праздников я имею в виду. Поведай нам об этом. Вот в чем вопрос. Когда дело касается праздников, то стоит помнить о том, что они назывались собраниями. На иврите это слово означает «репетицию». Иными словами, они каждый год убивали пасхального агнца на Пасху в качестве репетиции. Они делали это во время вечерней жертвы. Вот почему Иешуа умер на Пасху во время вечерней жертвы. Его похоронили на праздник опресноков. Он воскрес на праздник первых плодов. Дух Святой излился на Пятидесятницу. Петр сказал, сейчас третий час дня. Они не могут быть с пьяными. Это было время утренней жертвы. Мы видим шаблон. В Екклесиасте первой главе Бог сказал, что нет ничего нового под солнцем. То, что случилось, случится снова. Мы должны смотреть на шаблоны. Есть люди, которые отвергают христианство и говорят, что книга Откровения уже исполнилась. Но я хочу, чтобы ты повторил стих из Екклесиаста. Послушайте его. Екклесиаста 1.9. Там сказано, что было, то и будет. И нет ничего нового под солнцем. Вот и все. Рави Марк говорит, что Антихрист не будет мусульманином или иудеем. Но когда мы вернемся, Марк поделится с нами. Удивительной подсказкой к расшифровке личности Антихриста никуда не уходите. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение. Есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, — это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Рави Марк, многие христиане считают, что антихрист может быть мусульманином или евреем, но ты считаешь, что вполне может быть, что это будет отпавший христианин. Почему? Потому что я верю Слову Божьему. Это хорошая причина. Да, в Первом Послании Иоанна сказано, мы знаем, что живем в последнее время, и что было много антихристов. Мы должны понимать, что существует система антихристов. А затем он говорит, вот почему мы знаем, что живем в последнее время. Он говорит, что эти антихристы вышли от нас, от верующих. Яснее некуда. Расскажи-ка мне вот что. Почему ты считаешь, что церковь запуталась в вопросах последних времен? Я считаю, что это связано с тем, что Бог провозглашает конец от начала. Если мы не начнем правильно, то не увидим конца. Люди начинают с откровения, не видя связей с Танахом или Ветхим Заветом. Первые верующие не хотели иметь ничего общего с евреями из-за антисемитизма. Помните? Церковь словно перенеслась в Рим. Вместо того, чтобы остаться в Иерусалиме. Да и по сей день многие люди не принимают откровения об Израиле. Они отказались от своего фундамента. Ведь так, они отказались от своих корней. Я слышал, что в какой-то момент апостола Иоанна изгнали из церкви. Об этом говорится прямо в Писании. Но многие не видят этого. Я могу показать вам. Вы знали об этом? В вашей Библии говорится о том, что апостола Иоанна выгнали из церкви. Всех язычников, принимавших евреев, также выгнали с ним. Об этом написано в каждой Библии, но люди не видят этого. Об этом говорится в третьем послании Иоанна. Греческое мировоззрение отличалось от еврейского. Это стало причиной многих проблем. Если вы не поймете правильно евреев и Израиль, то запутаетесь во многих вещах. Существует теология замещения? Что это такое? И почему она ошибочна? Она появилась благодаря греческому мировоззрению в ранней церкви. И она противоречит не еврейскому, а библейскому мировоззрению. Я достаточно ясно изъясняюсь? Да, ты прав. Проблема в том, что греки смотрели на предсказания последних времен, как на список. Случилось, вычеркнули, случилось, вычеркнули. А евреи смотрели иначе. Это случилось, а значит, случится вновь и вновь. Все циклично. Но они отказались от еврейских корней, от Торы. Греки знали лишь Платона, Аристотеля и Сократа, великих философов того времени. Их моральные принципы строились на философии. Ну и что? Они же не знали откровения. Ты видел два видения. Ты доживешь до времени возвращения Иисуса? Так. У меня было два видения, во время которых я переживал вознесение. Я прошел прямо сквозь потолок. Я дважды переживал воскресение мертвых, и я верю, что оно будет. Я буду там с тобой. Я понимаю тебя. И сейчас я расскажу, почему. Несколько лет назад Бог посетил меня, и вот что Он трижды сказал мне. Говорят, что нужно два свидетеля, а у меня было три. Я вскоре вернусь. Я вскоре вернусь. Я вскоре вернусь. Он сказал это три раза подряд. Сид, это самое удивительное время в истории. Мы могли родиться когда угодно, но как Есфирь, мы должны понять, что были созданы для этого времени. У нас есть свое предназначение, своя судьба. Это уникальное время. Мы увидим пришествие Мессии, и это будет скоро. Не имеет значения, выросли вы в церкви, синагоге или мечети. Я хочу сказать вам, я знаю, что вы хотите пережить встречу с Богом. Я пережил ее. И Рави Марк тоже, но как насчет вас? Я хочу, чтобы вы сделали первый шаг и повторили эту молитву за мной. Если хотите пережить встречу с Богом, скажите, дорогой Бог, я совершил множество ошибок, и мне жаль. Я верю, что кровь Иисуса смыла все мои ошибки и мои грехи. Я очистился благодаря твоей крови. И теперь я прошу Иисуса стать моим Господом и моим Спасителем. Я прошу тебя, приди и живи во мне. Возьми мою жизнь. Я хочу знать тебя. Я хочу пережить встречу с тобой. Аминь. И да будет так. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть «Это сверхъестественно», теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Смотрите в следующем выпуске. Я отрицала Иисуса, я отрицала Бога. Поэтому своим сердцем я хочу, чтобы другие лучше понимали Бога. Если Иисус будет для них всепобеждающим, то они смогут ответить на Его любовь своей верой.